друзья всем огромный привет вы на канале иришка из пензы и я готова поделиться с вами очередной порцией информации о пустых продуктовых баночках если эта тема вам интересно оставайтесь со мной и приятного и полезного вам просмотра начну я с молочной продукции молоко я приобретаю в основном ультра пастеризованная потому что использую его по большей части только в кофе по утрам кашки молочные я варю редко и молоко в чистом виде ну иногда у меня желание возникает конечно попить но это тоже довольно таки редко происходит поэтому мне нужно чтобы молоко как можно дольше сохраняла свои качества в холодильнике поэтому и беру ультра пастеризованной из последних моих покупок марка ара процент жирности 3 2 объем 973 миллилитра это собственная торговая марка торгового центра matter cash and carry сочетание цены и качества очень хорошие у этого продукта поэтому если у вас есть доступ в этот торговый центр то я с большим удовольствием могу вам данное молоко рекомендовать и недавно новинку попробовала молочной продукции милушка изготовитель о советский молочный завод это краснодарский край адрес производства город карапоткин здесь жирность уже два с половиной процента объем 1 литр очень удобная упаковка с крышечкой молоко хорошее по качеству по вкусовым свойствам и по цене но удобоваримая в наших магазинах в общем для разнообразия его приобретаю уже даже повторяла покупку дальше фикс прайсе брала j7 полезный завтрак фрукты из лаки вишни банан яблоко и виноград объем здесь 0 7 литра данный продукт предназначен для детского питания для детей старше трех лет состав вы можете видеть на своих экранах уж как бы сами судите его полезности что я могу сказать о своих впечатлениях довольно таки приятный на вкус продукт фруктовый с такой с кислинкой с приятной консистенции у него жидкого пюре его очень удобно из упаковочки наливать стакан удобно пить и данный продукт действительно хорошо утоляет чувство голода но где-то часа на три на четыре меня его хватило между прочим не знаю буду ли повторять может быть как-нибудь для разнообразия но в общем то не пожалела что попробовала хотя какого-то там бурного восторга я не испытала но в целом как бы все что обещает этот завтрак сделать он делает чувство голода утоляет как-то нужно было перекусить мне брала сок от рич утонченная вишня в пластиковой упаковочке 0 3 литра это осветленный нектар также для детского питания предназначен вкусный конечно рич соки очень вкусные хотя и далеко не бюджетные далее тарталетки хочу вам порекомендовать перед новым годом приобретала их в пятерочке здесь 30 штук в упаковке стоимость их была в районе 60 рублей за 30 штук это по моему потрясающе ценовое предложение они очень удобные я делала на новый год такие тарталетки с творожным сыром и сверху немного красной икры очень конечно вкусно и буквально вот два раза откусить этот арта леточка классные очень довольна что с ними познакомилась обязательно буду покупку повторять также очень удобно паштеты будет с паштетами делать эти тарталетки в общем рекомендую цена-качество просто на высоте очень часто приобретаю вот такой продукт здоровье это как вам объяснить что-то типа мягкого масла с искусственной икрой я конечно не знаю насколько это все полезно но мне нравится по вкусу делаю бутерброды утром кофе периодически повторяю покупку у нас в районе 60 рублей вот эту упаковочку стоит конечно извините внешний вид но уж не стала я ее отмывать дальше у нас уже пойдут не баночки а пакетики мои любимые соусы астория на этот раз показываю вам лук со сметаной для мяса и птицы и тартар для рыбы и морепродуктов потрясающие по своим вкусовым качеством соусы и всегда можно их вам по хорошей скидке приобрести достаточно часто на них акции бывают сыр я если честно могу признаться что очень люблю сыр чечил спагетти такого плана и периодически что-то приобретаю ну вот в этот раз у меня был сыр чечил спагетти это марка файл лайф это также матер кэшн кэри вкусный сыр и на него адекватная цена в общем если посещаете торговый центр рекомендую вам внимание на эти упаковочки обратить и в магазинчике рядом с домом беру вот такой сыр спагетти изготавливают и его в республике адыгея деревенский с укропом и чесночком очень вкусный сыр такой пикантный потрясающе просто мистраль каша овсяная цельнозерновая с бананово-клубничным вкусом понравились мне очень эти кашки несколько разновидностей пробовала прекрасный вариант для завтрака быстро готовится вкусная и радует тем что не попадаются в ней эти очистки от овса очень люблю когда они ну как бы в других каких-то кашах встречаются довольно часто вот мистральевские кашки их отсутствие выделяются среди общей массы буду продолжать пробовать уже не пробовать уже повторять покупки потому что я все практически вкусы попробовала покажу вам свое небольшое разочарование сытоедов чебурек это уже готовый продукт его можно либо в свече печь печки разогреть либо на сковородке я несколько лет назад когда эти чебуреки только появились на прилавках наших магазинов их приобретала и была ими очень довольна они были очень качественные очень вкусные могу сказать что это покупка меня разочаровала нет они конечно не противные кушать их можно но все равно по сравнению с тем что было вкусовые качества уступают поэтому не знаю не буду наверное вам рекомендовать нож если вы решите их попробовать то все же я бы вам советовала готовить их на сковороде так они гораздо вкуснее получаются чем просто разогреть в микроволновке далее что у нас здесь вот круассанчик от 7 days это был мой перекус вот в паре с этим соком от речь классный круассан очень вкусный на мой взгляд сэвендейс самый вкусный круассаны из тех что у нас продаются в городе из фикс прайса еще одна покупка сушеные бананы тоже взяла впервые на пробу кстати вот осталась вполне довольна опять же не знаю насколько это полезно но это приятный такой сладкий продукт для разнообразия полакомиться вполне себе можно думаю что буду покупку повторять не особо он сладкий не особо они приторные поэтому я в общем то довольна осталась семечки покажу вам любимые семечки фома мне они нравятся и степенью прожарки своими вкусовыми качествами и они довольно таки крупные и у них внутри арахис попадается и чем больше упаковка тем больше арахиса внутри ну вот у меня в данном случае 80 грамм вариант в общем если я хочу семечек то чаще всего вот именно эти покупаю новиночка от лейса была мною опробована это стиксы со вкусом сметаны и лука сметаны и лука в общем то это те же самые чипсы только они довольно таки такой необычной формы ну как в принципе по на рисунке видите и хочу сказать что они очень хрустящие очень вкусные и вы знаете наверное даже в какой-то какой в какой-то мере удобнее чем обычные чипсы они меньше ломаются то есть упаковочки прям все вот эти штучки были целенькие в общем осталась я довольна и мы с сестрой их вместе пробовали ей тоже понравилось и последнее что мне вам осталось показать это две упаковки от хлеба которые я в последнее время приобретал ну во-первых был у меня подовый хлеб от лимак испеченный на камне хороший этот хлеб у нас его в пятерочке можно приобрести изготавливается он в липецке в общем с удовольствием приобретаю этот хлеб устраивает он меня полностью своими вкусовыми качествами он не крошится и как бы не засыхает долго в общем я очень довольна и в мэтр кэшн кэри покупала также в нарезке хлеб татарский сейчас и посмотрим кто его делает это самарский хлебозавод номер пять очень вкусный хлеб он как я не могу назвать его не пойти что-то среди между батоном и буханкой по своей форме он светлого цвета то есть наверное из муки высшего сорта хотя давайте посмотрим что здесь в составе да вот пшеничная мука высшего сорта в общем очень вкусный хлеб обязательно буду покупку повторять хотя могу сказать что по цене он довольно таки не бюджетен был хотя что сейчас бюджетно скажите мне ну что ж вот такая у меня для вас информация накопилась надеюсь что была я вам полезной спасибо за просмотр и до встречи в новых роликах сау и